Телеканал КРТ представляет Вот, например, в конце мая польские военные захватили часть территории Чехии, якобы по ошибке. Эту, не побоюсь сказать, душераздирающую историю расследовал лондонский корпункт CNN. Цитата. Министерство иностранных дел Чехии подтвердило, что польские солдаты по ошибке пересекли границу страны с Чешской республикой в конце мая, после чего обосновались там. Конец цитаты. Чем занялись польские пограничники на чешской территории? Вряд ли я вас удивлю. Они перекрыли чешским верующим дорогу в церковь, объясняя, что та находится на польской территории, а граница закрыта из-за коронавируса. Самое забавное в этой истории, что она продолжалась пару дней. Судя по заявлению представителя МИД, корреспонденту CNN, Прагу не сильно напрягло происходящее. Цитата. Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным действиями польских военных без враждебного намерения. Однако мы все еще ожидаем формального заявления. Польских солдат больше нет, и наши граждане могут снова свободно посещать этот участок. Конец цитаты. CNN сообщает, что Министерство обороны Польши также признало кратковременную оккупацию территории Чехии и приводит историческую справку, согласно которой Польша и бывшая Чехословакия были вовлечены в несколько серьезных пограничных конфликтов в течение 20 века. Страны вели 19-дневную войну за территорию в Силезии в 1919 году, а Польша аннексировала регион вокруг города Богумин в 1938 году. Ну, я бы еще добавил аннексию Тешинской Силезии 30 сентября-2 октября 1938 года после Мюнхенского сговора, а также вторжение в Чехословакию войска польского совместно с войсками других стран Варшавского договора в ходе операции «Дунай» для подавления пражской весны 21 августа 1968 года. Так что, возможно, со стороны Польши это были учения под видом ошибки. Впрочем, в случае полного вывода американских войск из Европы возможно все. Однако сейчас в Польше в самом разгаре избирательная кампания, в которой действующему президенту Польши Анджио Дуди победа отнюдь не гарантирована. Именно поэтому он решил увеличить свою поддержку среди наиболее консервативной части польского общества. 10 июня Дуда подписал семейную хартию предвыборных предложений, в том числе обещание запретить однополым парам регистрировать браки и усыновлять детей, а также запретить преподавание ЛГБТ-проблематики в школах. Это стало реакцией на разрешение обсуждать вопрос ЛГБТ в варшавских школах со стороны столичного мэра Рафала Часковского из оппозиционной гражданской платформы, который считается главным соперником действующего президента на грядущих выборах 28 июня. На предвыборном митинге в Бджеге Анджей Дуда заявил, что, цитата, родители несут ответственность за сексуальное воспитание своих детей. Никакие учреждения не могут вмешиваться в то, как родители воспитывают своих детей. Аплодисменты. Должен признать, что в данном случае Польша достойно подтвердила свое почетное последнее место по уровню обеспечения прав сексуальных меньшинств среди стран Евросоюза и 42-е место из 49 среди всех европейских стран. Этот рейтинг составляет организация ILGA, Европа, Международная ассоциация геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, который ежегодно публикует исследование Rainbow Map Europe – радужная карта Европы, в которой оценивается уровень защиты прав представителей ЛГБТ-сообщества. Согласно последнему рейтингу, обнародованному в мае 2020 года, самое благоприятное для проживания геев среди европейских стран является Мальта. Как сказал бы Лебедев Кумач, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит гомосек. Украина занимает 36-е место и в последние годы деградирует в сторону повышения этого рейтинга. Неудивительно, что после таких действий и заявлений Анджея Дуды на него ополчились не только либеральные европейские деятели, но и либеральные социологи. Так, по многим ресурсам прошла информация о том, что действующий президент Польши Анджея Дуда проигрывает во втором туре президентских выборов, если его соперником будет Рафал Часковский или Симон Головня. Указывается, что исследование проводилось компанией Mason & Partners 12-15 июня на выборке из 1055 взрослых. Ну, во-первых, это очень маленькая выборка, особенно с учетом электоральной пестроты Польши. Но обратившись к первоисточнику, я получил вполне исчерпывающую информацию о достоверности этого исследования. Оказывается, исследование было заказано штабом Симона Головни, который идет третьим, отставая на 22% от Дуды и на 14% от Часковского. Вряд ли вас удивит, что в заказном опросе Головня во втором туре намного проще побеждает Дуду, нежели Часковский. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА